Друзья, приветствую! Сегодня мы с вами коротко поговорим о таком приеме игры на гитаре, как арпеджато. На мой взгляд, он очень сильно расширяет возможности звучания инструмента и придает объемам звучанию аккордов. Аккорды, как вы помните, это те фрагменты мелодии, где вы одновременно извлекаете три и более звуков. Вот три ноточки, это у нас уже аккорд. Четыре тоже аккорд. И для того, чтобы у нас было что с чем сравнить, я сейчас наиграю фрагмент романца «Дорогой длинную». Вначале просто сыграю по нотам без приема арпеджато, а потом мы этот прием арпеджато с вами интегрируем и посмотрим, как меняется восприятие мелодии на слух. Играем пока просто по нотам. И потом пойдет у нас с вами «Дорогой». Запомните это звучание. А теперь прибегаем к применению приема арпеджато. Ну и поехали. Ну и так далее. Вы обратили внимание, что у нас, когда мы играем арпеджато, звучание становится намного более объемным. Каким образом можно использовать этот прием? Если вы чувствуете, что вы обыгрываете тот или иной аккорд, вот в частности в самом начале аккорд ми минор, ми, си, соль ноты у нас входят в этот аккорд. Мы можем этот аккорд расширить. Например, полный взять аккорд ми минор. Ну, здесь удобнее будет так взять, потому что у нас и фа диез будет, и соль будет. И играем мы не просто вот так бьем пальцем, как разгиада, а именно арпеджато. Арпеджато – это когда вы большим пальцем последовательно в данном случае проводите по шестой, пятой, четвертой струне, потом указательным по третьей, средним по второй и безымянным по первой струне. И это нужно сыграть последовательно и на достаточно большой скорости, чтобы было ощущение, как будто бы вы просто провели вот так вот пальцем по струнам. Но если вы во время игры будете играть разгиада, то немножко сложно будет возвращать кисть обратно на исходную позицию для того, чтобы бежать дальше по нотам. А когда мы играем арпеджато, видите, у нас кисть остается в рабочем состоянии в том плане, что каждый палец у нас висит над нужной струной, зависает. И вам уже не составит труда попасть на следующую ноту после приема арпеджато. Вот он. Потом, когда у вас встречаются аккорды, в которых присутствуют, например, три ноточки, вот здесь, как здесь в данном случае, мы щипаем только пятую, четвертую и вторую струны. Можно щипнуть их не просто вот так одновременно, а последовательно, чтобы создался эффект звучания лютни, как будто бы вот. Дальше опять арпеджато. И опять три ноточки у нас звучат пятая, четвертая и третья струны. Вот одно дело вот так их щипнуть, и другое дело создается такой уже дополнительный объем. И дальше опять первая, вторая струна. Мы не просто щипаем вот так вот их пустовато, а... Опять. И так далее. И последний нюанс относительно того, когда вы играете приемом арпеджато. Вам нужно подводить саму кульминацию аккорда именно к той ноте, которая у вас является мелодическую. Но в данном случае... Ехали на тройке с бубенцами. Вот ехали. И у нас вот эта нота, первая открытая струна, она является основной, потому что она несет смысловую нагрузку. И нам нужно во время игры приема арпеджато сосредотачивать максимум усилий именно на этой ноте. То есть вы как бы подводите, щипая все струны, кульминацию именно к этой ноте. Вот как будто бы у вас, представьте, вулкан. И вот из жерла вулкана, когда лава выбрасывается, вот мы... Вот здесь вот и происходит у нас сам этот взрыв. Где вот этот пепел, лава, все это выбрасывается. В данном случае это вторая струна. Опять первая струна. Здесь третья струна. Здесь у нас опять первая будет. Опять первая. Ну и так далее. И поехали. Дальше уже можно играть оставшуюся часть мелодии. Вот такие вот рекомендации относительно приема арпеджато. Если эта рекомендация показалась вам полезной, ставьте обязательно лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я желаю вам приятных репетиций. Пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok